Добрый день, дорогие друзья, партнёры! Всех приветствую из солнечной Греции. Меня зовут Елена Масеева. Я являюсь, как и многие из вас, партнёром Краудландии. Сегодня у нас прекрасный день, 23 февраля. И я хочу поздравить ещё раз наших дорогих мужчин с этим прекрасным праздником. Дорогие наши мужчины, защитники, защитники отечества, будьте здоровы, живите долго, успехов вам во всех ваших начинаниях, во всех ваших проектах, в семье, чтобы у вас всё было прекрасно. Мы вас очень любим, обнимаем и знаем, что вы всегда будете на защите отечества, своей семьи и Краудландии. Немножко шутки, да. Сегодня мы, дорогие друзья, начинаем цикл занятий по нашему интереснейшему проекту «Планета АИКС». Так как многие из нас заскочили в этот проект, понимая, что в Краудландии не может быть плохих проектов, а это что-то новое, передовое, непонятное, но зашли просто понимая, что здесь будет долгосрочный перспективный проект. Но многие растерялись и не понимают, как же здесь действовать, что же это за проект, что здесь нужно делать. И поэтому мы будем шаг за шагом, урок за уроком, разбирать всё, что связано с планетой АИКС. Сегодня у нас вводный урок, и я его провожу с телефона. Мы будем разбирать в мобильной версии, как это выглядит, все уроки. Так как с компьютера многие наши партнёры, Лариска Гордеевская, Людмила Губарева показывают это, и другие, как это выглядит в компьютере, я буду показывать, как это выглядит в телефоне, потому что очень много вопросов поступает, а как же в телефоне, как это сделать. Поэтому будем, как первоклассники, пошли мы в первый класс. Первый класс, первый раз изучаем алфавит, изучаем цифры, учимся писать, читать, изучаем этого непонятного зверя планету АИКС. Итак, начнём. Сейчас я сделаю демонстрацию крана и начну вот с чего. Кто же создал эту игру, кто её разработал? Это шведская игровая студия, которая называется Нибиру. Она разработала эту глобальную инноваторскую игру стратегическую и возглавляет её предпринимателем с опытом работы в этой области, в области брендинга, игры и криптовалют. Ребята молодые, у них большая команда, которые работают постоянно, каждый день, занимаются обновлениями, разработками, исправляют ошибки и помогают нам во всём. Они очень такие мобильные, быстро отвечают на вопросы и во всём нам помогают. Что же это такое Планета АИКС? Планета АИКС – это криптоигра. Точнее сказать, это стратегическая игра на основе NFT. В качестве арены или игрового поля в этой игре мы используем виртуальную копию нашей планеты Земля. И цель этого проекта, цель этой игры разработчики поставили такую – восстановить былую славу, как они пишут, былую славу, зелёно-голубую славу нашей планеты. То есть это о чём говорит, что хоть игра и виртуальная, но часть прибыли, которую проект будет получать от купли-продаж ПИКСов, она будет распределять между существующими проектами экологическими для восстановления нашей настоящей планеты Земля. Посмотрите, какая она прекрасная. Сейчас, конечно, идёт экологическая катастрофа, и поэтому это благородная цель, в которой мы тоже можем принимать участие. Именно прибыль, которую будет отдавать, часть прибыли отдавать Планета АИКС в эти проекты, часть, свою частичку мы тоже туда вкладываем. Поэтому мы все молодцы, кто участвует в этом. Планета АИКС, виртуальная Планета АИКС, она географически связана как бы такой цифровой сеткой, слоем цифровой сетки, который покрывает всю поверхность Земли. Ячейки этой клетки, как вот здесь видно, они как шестиугольники, как шестиугольники, похожие на соты. И они называются в игре ПИКСы. Планета АИКС, она действует как... ...селенная, она соединяет элокации реального мира с виртуальной. Планета АИКС, она действует как... Сейчас видно, да? Извиняюсь. Так, вот повторюсь, значит, картинки, извините, что не видно было предыдущие. Что-то тут у меня какой-то сбой произошел. Как я сказала, да, что поверхность виртуальной нашей планеты, она покрыта как бы сеткой цифровой, которая у нас как бы отражается в виде шестиугольников, похожих на соты, да, вот такие. И планета АИКС, она действует как метавселенная, которая соединяет геолокации реального мира с виртуальными. Каждый отдельный ПИКС, каждый отдельный ПИКС, он идентифицируется, и ему присваивается декартовая координата. Это комбинация GPS, которая включает в себя и широту, и долготу. Вот, и по этим координатам, внеся их в гугл-карту, мы можем найти наши виртуальные участки Земли, где они находятся на реальной карте мира. ПИКСы. Планета АИКС, она представляет людям во всем мире возможности для торговли и сотрудничества, и взаимодействия между собой. Вот наша планета АИКС, она отличается от других цифровых миров тем, что игровые активы, игровые активы, это наши ПИКСы, да, на карте наши зеленым цветом обозначаются, это наши, красные, это чужие, которые продаются. Можно купить исключительно случайным выпадением пакетов, и это очень справедливо, потому что те люди, например, которые имеют больше каких-то денежных средств, могли бы купить самые лучшие участки, а те, кто имеет меньшее средство, покупали бы то, что есть. Поэтому здесь случайным образом выпадает то, что выпадает, и дальше мы уже можем продавать, обменивать, выставлять на аукцион, собирать свои коллекции этих ПИКСов, и тем самым в этом и заключается игра, чтобы было какое-то движение, движение постоянное. И это дает нам, всем игрокам, большой потенциал для заработка. Наши ПИКСы, они имеют два вида, как бы два вида ПИКС у нас есть, территориальные ПИКСы и ламп-марк ПИКСы. Территориальные ПИКСы, их всего на планете АХ 1,6 миллиарда шестиугольников таких ПИКСов. И они классифицируются на уровне в зависимости от того, где они расположены территориально и от их редкости. У нас есть пять видов ПИКСов, они различаются еще и по цвету. Вот первый, этот самый такой элитный, самый дорогой и один из редких, он называется легендарный, центр столицы. Запомните по цветам, как отличаются. Это будет вам очень помогать в игре. Следующий ПИКС у нас сиреневого цвета, по уровню сиреневого цвета, у него есть две как бы разновидности. Это редкий столица и редкий территория города. Сиреневого цвета, два вида редких. Дальше у нас идет необычный уровень ПИКСов, в котором тоже есть два подвида. Это природный заповедник и это береговая линия. И они голубым цветом обозначаются. Дальше у нас идет общий ПИКС зеленого цвета, мы его будем видеть в игре. И это общая природная зона и общая сельская местность. Дальше у нас пятый вид, уровень ПИКСов, это выброс. Есть выброс арктический и выброс пустыни и тундра. Шесть уровней, различающиеся по цвету, различающиеся по площади, которую они будут занимать. Посмотрите, графически как это выглядит. Все мы уже запомнили цвета, цвета ПИКСов, уровни ПИКСов. Посмотрите, вот желтенький легендарный, какой он по размеру площади. Затем сиреневый, чуть больше у нас идет, редкий. Потом идет синий у нас, это необычный. Зеленый общий. И белый, самый огромный, это выброс. И вот здесь на слайде показано, сколько же один ПИКС легендарный занимает. 307 квадратных метров. Следующий 2150, редкий. И так далее. То есть вот эту таблицу тоже можете посмотреть. И когда мы на карте видим, почему ПИКСы разных размеров, потому что они разного уровня. Естественно, у них площадь, занимаемая на планете, больше или меньше. Дальше у нас слайд. Здесь можем посмотреть. Как я сказала уже, что всего ПИКСов территориальных 1,6 миллиардов ПИКСов. И мы можем знать точное количество этих ПИКСов по уровням. Например, легендарных на всей Земле 69 миллионов 527 тысяч 585 ПИКС. И дальше тоже мы можем по слайдам посмотреть. И всего их вместе 1,6 миллиардов ПИКС. То есть ПИКСы территориальные различаются по уровню, различаются у нас по площади занимаемой и по количеству таких ПИКСов на всей территории виртуальной планеты. В игре они у нас отличаются цветом. Это прошу запомнить, как дважды 2,4, чтобы вы это знали. Это вам поможет в дальнейшем. Дальше переходим. Следующий вид ПИКСа – это у нас лангмарк. Лангмарк – это активы, которые привязаны к историческим и культурным достопримечательностям. Вот в игре у нас, да, здесь мы видим разные картинки бывают, такая или такая. Все достопримечательности, они имеют разные редкости и разные особенности. Всего таких лангмарков на нашей виртуальной планете – 888. Каждый лангмарк, он разделен на доли или на акции. Некоторые лангмарки имеют одну акцию, а другие могут иметь несколько тысяч таких акций. Все акции, они имеют право собственности и могут быть проданы на торговой площадке, так же, как наши ПИКСы территориальные. Все эти и акции от лангмарков и территориальные ПИКСы, они являются у нас NFT-токенами. Они оформлены именно на нас. Это наша собственность. Все равно, что, например, если взять, для примера, квартира или дом, оформлен на ваше имя документально, здесь игра у нас построена на блокчейн, все закреплено именно за вашим логином. Это ваша собственность, с которой вы можете распоряжаться по вашему усмотрению, на виртуальной планете. Акции ландмарк можно найти. Где их можно найти? Их можно, они могут выпасть вам в ваших пакетах, которые мы покупаем, в наборах пакет в дропах. И мы их также можем выиграть в наших лотереях, которые проходят один раз в неделю. И у нас есть лотерейные билеты, мы их используем в розыгрышах. И можем выиграть или целый ландмарк, если он состоит из одной акции, или какие-то акции, часть от этого ландмарка. И постепенно этот можно, чтобы вам было для понимания, например, какой-то объект, скажем, Эйфелева башня, она может состоять из тысячи акций, из тысячи разных долей. И быть совладельцем может каждый из нас, выиграв какую-то долю или несколько долей от общего ландмарка. Некоторые могут коллекционировать, собирать, выкупать у кого-то. Кто-то может продать, кто-то может выкупать и иметь право собственности всего ландмарка. Или же иметь совладельцев. Чем они интересны? Вот на карте они у нас обозначаются сиреневым цветом, как здесь показано. Чем они ценны? Они ценны тем, что сами ландмарки, они тоже у нас имеют уровни, тоже такие же уровни, как и уровни имеют территориальные пиксы. Те же самые по названиям легендарные, редкие, необычные, общие и выбросы. Но еще в каждом уровне есть категория от одной звезды до пяти. От одной звезды до пяти звезд. И в зависимости от того, какого уровня у нас ландмарк, и сколько звезд ему присваивается, зона влияния увеличивается или уменьшается. Что это значит? Это значит, что, например, мы берем легендарный пять звезд, тысяча километров в радиусе вокруг этой достопримечательности. Те, кто имеют или доли, или акции от этого ландмарка, или полностью, все эти владелец или совладельцы будут иметь свои выплаты со всех транзакций, которые будут проходить в радиусе именно стольки километров, сколько здесь написано по таблице, в соответствии от того, какой у вас ландмарк или часть его. Вот такая ценность у ландмарков. То есть даже некоторые могут собирать, например, территориальные пиксы, а кто-то может иметь вот такой ландмарк и иметь себе пассивный доход, получая прибыль от того, что происходит вокруг в радиусе соответствующего уровня этого ландмарка свои выплаты. Какая же у нас все-таки цель на планете АИКС? Для чего нам эта игра? Что она нам даст? Ну, как уже я говорила, это стратегическая игра для криптовалют. Наша цель на планете АИКС собрать, желательно собрать пиксы рядом друг с другом для создания целостных кластеров или территорий. И карта планеты АИКС, она работает как функция для такого поиска. Фильтры есть у нас, которые упрощают поиск пиксов, которые у нас уже есть, или же в поиске тех пиксов, которые мы хотим приобрести. на карте, как я уже говорила, зеленым цветом обозначаются наши пиксы, которые нам принадлежат, и красным, те, которые продаются. В последующих уроках мы будем разбирать именно, как это все искать, где находить, кому принадлежат пиксы, рядом, располагающиеся с нами, как сделать предложение для выкупа, может быть, этих пиксов, или как продавать. Все-все уроки мы будем постепенно, шаг за шагом изучать. Все в одну кучу не будем сваливать, чтобы вы четко понимали. Сегодня просто вводный урок и общее понятие, что же такое планета АИКС, и что она в себя включает. Торговая площадка наша, вот так она выглядит у нас в наших аккаунтах планеты АИКС. Это место, где мы можем делать определенные действия. Мы можем проводить как бы исследования, смотреть, какие выставлены на продажу участки, каких категорий, может нам интересно эти территории, посмотреть, почему их продают. Мы можем делать ставки на определенные пиксы, мы можем сами выставлять на продажу какие-то свои ненужные нам территории и можем коллекционировать, собирать коллекции там, где мы бы хотели развиваться дальше. Все, значит, все пиксы у нас на планете мы можем видеть. Вот здесь, например, зеленым цветом означается то, что принадлежат нам, и они уже сгенерированы, то есть их можно уже выставлять на продажу. Белым цветом отмечены те, которые нам тоже принадлежат, но они еще не сгенерированы, и пока мы с ними никаких действий производить не можем. Дальше, значит, есть у нас такая таблица по территориям. По территориям. То есть территории, которые мы собираем из одиночных пикс, они тоже различаются. Есть у нас одиночный пикс, один пикс, один пикс каких-то территорий. Вот обратите внимание, здесь отмечены цветом. Вы уже должны знать, если синий, то этот пикс у нас необычный. Если это зеленый, то это общий. Желтый – это легендарный. То есть по цвету уже должны сразу понимать, какого уровня пикс. И тут как раз таблицы показаны, например, если собрать коллекцию из двух до девяти пиксов белого цвета, это у нас выбросы, то это уже будет кластер. В зеленом это от двух до девятнадцати тоже будет кластер. И так по всем категориям. Чтобы собрать, например, доминг, это самый такой большой участок, мы видим, например, 200 пикс надо собрать из уровня выброса. Мы можем, например, объединиться. Например, у меня есть 100, и у меня это уже зона, и рядом со мной есть, прямо рядом со мной есть у кого-то тоже зона собранная из 100 пикс, мы можем объединиться, и у нас будет уже домен. Общее у нас будет совладение, мы будем совладельцами домена. Это тоже такая стратегия игры, чтобы мы делились, не только соревновались друг с другом, кто вперед и кто больше, но и могли объединяться. Вот эту таблицу тоже можете себе рассмотреть потом хорошо, чтобы иметь представление, как собирать территории. и сколько в каждой территории должно быть пиксов. Вот, чтобы нам производить все действия на планете AX, нужны, конечно, какие-то тоже, какая-то криптовалюта. Планета AX-разработчики создали наш собственный токен, и он называется AX-T токен. Наш собственный токен, который упрощает одноразовую торговлю в игре, токен передается через сеть полигон, что обеспечивает быстрые транзакции и низкую комиссию за газ. Значит, наша игра AX-T токен, его логотип, он уже у нас торгуется на бирже, и у него очень хорошая перспектива, потому что он зашел в топ-5 лучших токенов уже, не успев выйти на биржу, да, уже завоевал внимание, и, ну, как у нас рынок может подниматься, может падать, а наш токен больше привязан к эфиру, поэтому влияет на него тоже курсы эфира. Ну, и наши действия тоже, конечно же, влияют. Если мы его покупаем больше, чем продаем, то цена, соответственно, будет расти. Спрос и предложение играет роль. Вся наша игра планета AX, она расположена на площадке Polygon. Эта платформа предоставила нам свою территорию, чтобы мы могли играть. Чем она нам помогает? Она помогает проводить все транзакции, которые мы производим на планете AX, куплю-продажу, выставляем на аукцион и так далее. Все-все-все действия, которые мы производим, Polygon проводит их через свою площадку и, конечно же, так как она нам помогает, она берет определенную комиссию за свою работу. У Polygon есть своя валюта, своя монета Матик, в которой мы рассчитываемся за ее услуги. также, чтобы нам рассчитываться, нам нужен какой-то счет или кошелек, где будут наши средства Матики и наши XT-токены. За XT-токены мы покупаем, продаем наши земли, а Матиком мы рассчитываемся за услуги, которые предоставляет нам платформа Polygon. У нас есть три вида кошелька. Это Metamask, TrustWallet и ImToken. Все мы пользуемся в основном Metamask, кошелек удобный, простой, используем его для совершения всевозможных транзакций на планете AX. Также у нас есть книга, в которой очень подробно на русском языке есть уже перевод, описывается вся наша игра от A до A. Можно сказать не до A, но потому что игра развивается, будут добавляться новые главы в эту книгу и мы будем ее постоянно читать и изучать. Там все описано, ребята, все, что такое планета AX, какие у нее цели, какие у нее задачи, какие есть кошельки, как их подключить. Отдельно для каждого кошелька по этапу, на фотографиях все расписано, как подключить сеть полигон, что такое у нас PIX, какие категории, все, все, все там описано, поэтому берите, читайте, очень простым, доступным языком все написано и вы будете уже в курсе всего. Все-таки это ваше вложение, ваши деньги и будь ответственны за это. Например, вы бы купили где-то землю в разных частях угла, в Испании, во Франции и в Африке. Вы бы, наверное, думали, как мне с этой землей поступать, продать ли ее или подождать, потом продать. Поэтому это то же самое, проецируйте планету AX, проецируйте на реальную планету, тогда вам будет легче ориентироваться и легче понимать, как здесь действовать, разработать свою стратегию, где бы вы хотели развиваться или бы вы не хотели развиваться, а просто продать земли и больше ничего не делать. Это ваше личное дело. Вы купили, это ваша собственность, распоряжайтесь ей, как вам вздумается. Также у нас есть мессенджер, такой, как Discord, к нему надо всем присоединиться, это наше сообщество, где мы можем получать всю информацию первыми, и все обновления, новости именно там в Discord учредителями нашей игры, они туда все выставляются и мы там можем быть в курсе всего, что происходит. Происходят разные конкурсы еще, даже если человек, например, хочет участвовать в планете АИКС, но у него нет средств покупать земли или как-то еще поучаствовать, человек может участвовать в конкурсах, розыгрышах и выигрывать АИКС-токены, выигрывать дроны даже, выигрывать еще разные есть призы. И выиграв, начать развиваться здесь. Поэтому именно в Discord вся информация по планете АИКС. Нужно туда присоединиться, будет у нас отдельный урок по Discord, как зарегистрироваться, где находить информацию, какие есть каналы, у нас есть русскоговорящий канал, у нас есть модератор Ольга Абдулаева, которая в нашей команде, она в моей команде находится, она помогает, она отвечает на многие вопросы, особенно вначале она делала короткие ролики простым языком, да, она не блогер, но она как могла объясняла, и всем, по-моему, нравятся ее ролики, очень многим она помогала, поэтому она на связи всегда, на какие-то вопросы непонятные, может ответить, если знает сама, потому что она на прямой связи и с Феликсом, и с Крисом, и напрямую им может задавать вопросы. Поэтому на одной встрече я приглашу ее, именно по Дискорду она расскажет нам, как здесь действовать. Ну, на этом у меня все, вводный урок вот такой короткий и общее просто понятие по планете АХ. Ну, а сейчас я переключусь на наш канал, и если у кого-то есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Олеся... Помоги, пожалуйста, мне, если есть вопросы, почитай, пожалуйста, потому что у меня что-то не получается в телефоне увидеть, если есть вопросы. Мне сегодня помогает любезно Олеся Кулиенко, без ее помощи я бы не справилась, потому что я первый раз и технически немножечко слаба в этом отношении, поэтому прошу помощи, дальше буду уже обучаться, и надеюсь, все будет лучше с каждым разом. Есть ли у нас какие-то... Как снять продажи Пикс? Это не для сегодняшнего вопрос, потому что я сейчас не смогу зайти, показать. Нет, нет, от дрона смотрите, когда у нас отчеканится эта монета АИКС-электрон, то есть мусор, который мы собираем дронами, он будет обмениваться предположительно сейчас один к десяти на именно эту внутриигровую валюту монету АИКС-электрон, но это соотношение может и меняться или в меньшую сторону, или в большую. Пока монет этих нет, на что мы обменяем? Как выйдет эта монета? Мы собраны свои килограммы, уже будем обменивать на эту внутреннюю, внутриигровую валюту, и также можем ее использовать так, как нам нужно. Или менять на XT и выводить на карту, или же может быть использовать внутри игры для модернизации дрона, или для покупки земель, еще чего-то. То есть или внутри игры использовать, или обменивать на XT токены, выводить на свой кошелек и выводить. Не получили токены из Airdrop, я так понимаю, да? Смотрите, если вы говорите про Airdrop, то есть это токены подарочные, которые нам дарились за наши покупки дропов в этой версии, то есть это нужно было вам подключить вовремя свой кошелек Metamask в планете AX. То есть у нас продлевали, по-моему, до 1 ноября, если не ошибаюсь, должен был быть подключен ваш кошелек с коннектом с планетой AX. И первое, когда была раздача, всем они поступили. Если кошелек не был подключен вовремя, то вы не получили токены. То есть вторая раздача у нас должна была быть вчера, 22-го, но она не произошла, потому что вы видите сами, какой идет сбой в полигоне, потому что сейчас идет активная покупка этих дропов у нас с дронами, да? И ну, они решают вопрос, они сказали, что мы решим вопрос, и вот вторая раздача должна быть вот на днях, может быть сегодня, может быть завтра. И невозможно, если вы не получили при первой раздаче, во второй раздаче вы получите и за первую, и за вторую. Ну, это я не могу точно сказать, но скорее так, по логике. исчезли где? Где, где исчезли? В кошельке или на планете АИКС? Если вы имеете в виду на планете АИКС, то там они всегда будет ноль, пока вы не сконнектите с кошельком, это своего рода защита, защита нашего кошелька, то есть если вы зашли на планету АИКС, просто чтобы посмотреть, что происходит, кто что продает и так далее, не хотите ничего делать, не выставлять на продажу, не покупать, не надо коннектить с кошельком. Если вы хотите что-то сделать, продать, поставить на продажу или на аукцион, или еще что-то, то вам обязательно надо сконнектить. и когда вы коннектите свой аккаунт Планета АИКС с кошельком, тогда на балансе в Планете АИКС отражаются XT токены, которые у вас есть в кошельке, которые у вас есть в кошельке, только тогда. Как только вы вышли из своего аккаунта Планета АИКС, все, кошелек сразу отключается. Это как защита такая. И поэтому каждый раз, когда вы заходите, если вам нужно сделать какие-то действия, надо подключать кошелек. Если не хотите делать, то не надо его подключать. Если токены пропали, как вы говорите, ноль стоит в самом кошельке MetaMask, то надо посмотреть, правильно ли у вас подключен адрес токена. Возможно, какой-то сбой произошел, и нужно снова добавить адрес токена, и если у вас они были до этого, то они появятся снова. Или же проверить еще, зайти в полигон скан, то есть зайти в меню, перейти на полигон скан, и пройти посмотреть именно в токенах, раздел токены Планета АИКС, если там в полигоне скан они есть, то что были, то они и есть, просто в кошельке такое бывает, потом они появятся. из четырех ваучеров подключили только два, то есть из четырех ваучеров, которые вы активировали, вы смогли купить два дропа, я так понимаю, два дропа, смогли купить и активировать дроны, то есть наших роботов. А два у вас еще осталось, то есть как бы они активированы, но вы не смогли купить, я так понимаю. Но если не смогли купить, то пытайтесь покупать, пытайтесь покупать. Когда wy заходите в раздел дропы и нажимаете на красную кнопочку купить у вас зеленая есть зеленая строчка в которой написано у вас есть еще купить два пакета то есть они видят что вы их еще не купили то есть ваучер активированные но пакеты не куплены дропы не куплены но если это уже продолжает сколько времени смотрите что за них должны поступить и по 25 а и кстати за каждый до ваучер по одному матику и проверяйте лотерейные билеты не звать ну что в лотерейных билетах тоже бывает свой буквально вчера мы написали письмо то есть человек получил 50 и 5 лотерейных билетов в очередном роли использовал 10 билетов у него списалось 60 то есть 50 подарочные ушли написали письмо вы не поверите буквально не прошло и пяти минут как лотерейные билеты вернулись в кабинет то есть работают ребята вообще супер поддержка быстро вопрос до конца что вот по 4 и так вы можете мне ко мне в личку обратиться ватсап и мы разберем ваш вопрос мштейн недопонимаю что вы говорить и разберем и посмотрим что у вас за проблем а а дро а дроны не дропы 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 купили получается получается 4 пакета купили а в дронах да у вас отражается только два и килограммы проходят только за два но если это так то давайте еще раз посмотрим зайдем прям в кабинет и посмотрим если это так то возможно сбой надо писать чтобы быстрее активировали еще два этих дронов этих дронов ну да люди путают ваучер с дропом с дроном вот похожие слова и иногда сами запутываются в том что хотят разбираешь понимаешь да ну как бы сейчас это по среду в три часа по москве вот так пока остается да ничего не меняется ну что у нас там по времени как раз мы уложили до 40 минут молодцы мы спасибо большое всем кто пришел на мою первую на мой первый эфир в начале мне было немножечко как на экзамене но сейчас я расслабилась нормально поэтому будем продолжать спасибо всем за поддержку благодарю вас олеся благодарю тебя за помощь всем желаю хорошего настроения мужчин еще раз с праздником а нам всем удачи на нашей виртуальной планете оникс то что фантасты когда-то описывали было фантастикой виртуальная жизнь входит в нашу реальность от этого никуда не денешься поэтому надо или эту тему изучать и быть здесь и в курсе что происходит или оставаться поэтому я вам всем желаю продвигаться сюда зашли люди которым интересна эта тема всем желаю удачи разобраться в этом и использовать это и для и для пользы нашей реальной планеты и для потенциального заработка всем удачи